Доброй пятницы, друзья! Недоброй пятницы вам, недруги! Знаете, попался мне сейчас этот ролик, я его размещу в конце. Сюжет TikTok с Кристиной Арбакатой, которая там позирует на фоне какой-то надписи в Масфильм или что-то в этом роде. С подписью, что вот Кристина Арбакат упорно размещает все эти видеоролики, доказывающие, что она никуда не уехала. Что она здесь, что она выступает, что вот недавно она в Крыму выступила. Да она и до этого в Крыму выступала, и в Киеве все эти годы выступала. И это, кстати, одно другому не мешало. Там это Андрею Державину предъявили, или там в Глюкозе, что они там в Киев ездили, поэтому их до Украины не пускали. Арбакат она своя везде, это Пугачевский клан, любимица, весь клан, просто всей. Страной. Когда я говорю страна, я имею в виду Советский Союз. Всей страной любим. Вот по поводу Арбакатты. В сентябре, когда была очередная годовщина трагедии в Беслане, мне в Фейсбуке Марина Сухарина напомнила эпизод, который был там в Западной Сибири. Там корпоратив должен был состояться в самом начале сентября. Ну, по-моему, первый как раз сентября. Вот. А артисты берут на выезде всегда предоплату. Ну, кто сколько. И когда борт прилетел в этот городок, в Западной Сибири, страна уже знала про Бесла. И артисты достаточно единодушно все сказали, ну, понятно, какие сейчас могут быть выступления. Там дети в заложниках вернули аванс, потрескали сибирских пельменей, выпили водочки или морс, кто что. И этим же бордом улетели обратно. Кроме Арбакат. Арбакат сказал, что тогда деньги возвращать не будет. Употребила, как очевидцы исповедают слово пиздестрадание. Сказал, траур объявлен? Нет. Он, кстати, не был объявлен тогда. Его спустя пару дней объявили. Я буду выступать. Любит выступание. Так что эти 20 тысяч евро она не вернула. Концерта, конечно, не было. Просто эти деньги списали. Вот это я к тому, что любят они выступать. Любят. Просто Алла Борисовна не имеет возможности выступать давно. Мне Александр Борисович Градский еще несколько лет назад рассказывал об этих узлах. У нее на связках она просто не может петь. Но петь и выступать это разные вещи, как мы убедились. Выступать-то можно. Выступаем. А вы долго мучаете человека для того, чтобы извлечь то изображение, которое... Знаете, бывает иногда с первого, с первого дубля получается... Ну это бы была, чтобы обложка прямо с первого дубля делали с кем-нибудь? Ну вообще, не однажды было. Да? Конечно. Например? Мы же снимаем профессионал. Кристина Робакайт. Она встала однажды, мы снимали к 40-летию. Это мы говорим не про ваш дебют, когда вы случайно сняли, вы потом ее снимали еще и для вложки. Нет, 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 это был не дебют. Это был... Мы снимали много, Кристина Робакайт снимала очень много. Мы дружные. Вот у Кристины Робакайт было много случаев таких, потому что они профессиональные. Если бы... Когда стоят в кадре человек непрофессиональный, конечно, ничего ты не получишь. Ну а кто был у вас непрофессиональный? Я очень много снимаю частных заказов, и это... Ну, как бы, человек не понимает, что нужно делать, и он, конечно же, ну, нужно с ним работать. Нужно помогать ему, создавать атмосферу. Кристина Робакайт, мы тогда попали, и все были удивлены. Показали, мы потом смотрели, долго еще снимали, ничего у нас... Лучше этого кадра не было. С Яной Рудковской мы однажды тоже сделали, вот то, что я помню. Поэтому мы так много уже работаем, многое не помнится. С Яной у нас такое часто было тоже. Яна такая, ух. Тут же в кадре, да. Она... Когда получится удачный кадр? Когда человек максимально естественный. Вот когда мы уже болтали, болтали, и человек встал в кадр, ну все, уже не надо ничего еще дальше расслабить. Да, мы смогли расслабить, да. Да, получилось. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва-24. На телеканале Москва-24. На телеканале Москва-24. Продолжение следует...